Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал и давайте мы вместе с вами заценим довольно прикольную пиксельную инди-стратегию-головоломку под названием Farlanders. Это лишь её пролог-версия, то есть это типа демки, что-то, и игра, как видите, выйдет в этом 2021 году, но пока что ещё не вышло и мы пошпилим сейчас давайте в небольшую такую демо-версию. В игру я ещё не играл, так что это мои первые впечатления. И сразу хочу сказать, по скриншотам и по геймплейным роликам мне эта игра очень сильно напомнила Terra Nil, которую мы тоже смотрели, по которой мы тоже записывали видос. Ну что ж, давайте посмотрим, мы сейчас будем играть на Марсе и нам надо будет его, так сказать, озеленять, чтобы сделать его немножко более пригодным для жизни. Год 2046. Прошло 10 лет с тех пор, как первая миссия отправилась на Марс. И всего этого человечество достигло только лишь совместными усилиями национальных агентств и частных компаний. И благодаря этому мы построили первую колонию на красной планете, Марс Хаб. Но мы всё ещё очень далеки от самообеспечивающей себя колонии. Этот процесс должен быть ускорен благодаря частным компаниям и некоторым инвестициям. Компания GuardArt собирается создать самую первую частную колонию на Марсе. Годы экспериментов в агрокультуре позволили нам достичь того уровня технологий, чтобы можно было создать подобающую для роста всякой жидности почвы для этой колонии. Забудьте те первые колонии Марса, которые вы видели до этого. В наших колониях вы сможете даже дышать свежим воздухом и гулять по настоящим паркам. Плюс ко всему прочему, мы разработали технологию, которая позволит нам терраформировать красную планету в землеподобную. И это ещё не всё. У нас есть ещё новости для вас. Привет, меня зовут Николь, я менеджер космической марсианской программы GuardArt. Перед тем, как мы отправимся на Марс, мы планируем запустить несколько тестовых колоний на Земле. Наша цель убедиться, что наши модули будут готовы к очень непригодной для жизни марсианской поверхности. А также наша команда будет готова установить первое поселение. И вы, между прочим, нам поможете в этом. Мы будем транслировать все действия, которые будут происходить на тестовой колонии. Это будет как реалити-шоу, но с научными целями. И вы можете смотреть её, даже подписываясь. Вы можете даже поучаствовать в этом, заплатив всего лишь 199.99. Нам нужна ваша помощь в колонизации Марса. Чёртовы капиталисты. Отличная работа, Филиппа. Вы и часть маркетинговой команды действительно установили здесь свои правила. Вы работаете как настоящий актёр, Николь. Ох, это РПГ, что ли? А можно эндкол и всё, идти в геймплей? Да, я, пожалуй, продолжу геймплей. У меня достаточно этих роликов. Так, и как у нас со связью? Как видите, у нас есть некоторые задачи, которыми нам нужно заняться. Следующим ходом нам нужно... На следующем ходу прибудут наши колонисты. Перед тем, как мы их получим, нам нужно построить жилые комплексы. Но не забудьте установить солнечные панели и соединить их с нашей базой. Помните, что солнечные панели нуждаются в солнце, как бы это забавно не звучало. Поэтому не строите их в тени. Ага, тут ещё есть тени. Прикольно. Так, you can find a building bottom left. Окей. Так, нам надо сначала построить солнечные панели, как мне сказали, да, и соединить их с базой. Давай, например, здесь. Powerline. Всё, соединили. Хорошо. Не знаю, правильно ли я делаю или нет. И теперь нам надо взять house. On terrain. Ну, здесь, допустим. Finish objective. Так, три солнечные панели нам надо. Вау. Три. Два, три. Всё, готово. Так, connect houses to the base. Так, построите два дома. Окей, два дома. Есть. Всё, готово. Ой, чуть не забыл вам рассказать, что большинство построек, такие же, как солнечные панели и здания с жилыми комплексами, будут работать лучше, если будете вы их строить рядом. А, ну, отлично. Значит, не просто так я их рядышком построил. Всё, следующий ход. Так, там какие-то очки дают. Минералы дают. Новые колонисты прибыли. Отлично. Так, сегодня было десять колонистов. Два, десять, так десять. Какие проблемы? Так, теперь у нас есть поселенцы. Нам нужно немножечко минералов помайнить. К сожалению, здесь нет минералов в большом количестве, да? Поэтому мы... Терраформинг сеты вам прислали, которые будут включать в себя минералы. Ох, очень сложно. Так, клик он, наверное, сет терраформинг плэ. Ага, вот эта штука справа. Ну, когда попробуем? Вот так? Правильно я всё делаю? Типа мы терраформировали клетку и поставили там минералы. Круто. Так, ой, моя доска даже немножко пошатнулась. Теперь построите завод и с индией с колонией. Хорошо. Factory. И connection надо заделать. Опа, вот и connection. А, стоп. Какой connection? Туннелями? Какими туннелями? Туннелями надо её соединить? Вау. А, я так не смогу, наверное. Или нет, или смогу. Нет, смогу нормально. Капец, тут так мало места получается у нас для всего. Ужас. Так, отличная работа. Новые терраформинговые сеты с разными функциями прибудут с минуты на минуту. Для примера, вы можете использовать взрывчатку, чтобы растопить лёд. О, круто. Так, нажмите на книжечку на правой верхней части. Bottom right. А, bottom... Ага, хорошо. Так, теперь вы можете использовать водяные ресурсы. Так, тут у нас куча всего, да, где можно почитать. Тут какие-то соединения. Hard ground. Типа, можем делать какие-то комбинации. Того, как это что взорвать. Прикольно, прикольно. Так, построите водяную помпу. Надо, наверное, взорвать её сначала, да? Демолишь? Нет. Так, электроэнергия, вода, люди... Всё, понял. Окей, а как бы нам это взорвать, а? Следующий ход, может быть, заделать. Так, built a water pump. А, вот вода есть. Чё, чё я туплю? У нас здесь есть вода. Отлично. Вот и помпа. И энергия ей нужна. Соединяем с базой. Что тебе ещё надо? Труба. А для трубы нужны минералы. Нет минералов. Майните. Опа, минералы приехали, хорошо. Так, о, а вот и вариации для терраформинга. Как прекрасно, вовремя, так сказать. Так, давай, 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 сюда труба. Всё, отлично. Дело сделано. Так, вы уже заметили, что есть почва, да? Которая пригодна для выращивания всяких интересных штуковин. Так, вы будете здесь растить всякие растения. Эта помпа блокирует источник воды. Поэтому в округе, да, всё будет немножко ветшать. Ну, вы всегда можете выключить помпу и остановить этот процесс. Теперь поставьте пять гринхаусов. Хорошо. Для этого нам надо... Работяги нужны, кстати. А для работяг нам нужны, наверное, места, да? Работяги прибудут через сколько? Через два хода прибудут работяги. Так, хорошо, тогда нам нужны базы для них. Как-то бы, блин, их рядышком поставить было бы клёво. О, смотрите, тут прям здание такое стало большое. Хаос уровень 2. Класс. Так, у нас мало минералов. Совсем мало. А мы можем где-то ещё минералы сделать? Что это такое? Это горы. Мы можем создать горы. А нафига нам горы создавать? Можем взорвать что-то. Те же самые горы, кстати. Вот так вот. Тут дырку можно сделать. Давай горы взорвём. На! Сейчас у нас тут вейстон. Типа пустыня. Блин, прикольная игра на самом деле. Типа реально головоломка. Так, минус 4. Энергии мало. Ё-карный бабай. Солнечные панели. In the shadow. Давай здесь. Так, всё, энергия пошла в плюс. Точнее не в плюс, в ноль. Мало. Вот эту штуку надо будет взорвать тогда гору. Так, 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 так. Что нам ещё надо? Terraform in one. И вот это будет через ход. Хорошо, люди скоро прибудут. У нас сколько мест? У нас 10 мест есть. Хорошо. Значит, мы можем строить гринхаусы, да? Нам надо 5 людей. У нас пока что людей не ходят. Ну, ждём ход тогда. А, минералы приехали. Так, новая колонница. Прибыли 10 человек. Сюда. Какие тут интересные места есть, чтобы копать. Прикольно. Так, может, копать? А, мы можем, типа, сделать плодородную, ну, более пригодную почву, да? Hard ground. Прикольно. Так, вода, энергия, база, продукция. Гринхаусы. Почему? А, надо помпу вырубить. О, всё. Теперь мы можем делать гринхаусы. Так. 15. Раз. Два. Сколько надо построить? Пять. Три. Четыре могу. Надо вот эту штуку будет вырубать. Так, что у меня не так? Туннель connection to the base. Вам нужны туннели. Охренеть. Вот это вот, вот это вот вы хотите, чтобы я строил вот так вот туннели? Офей, вот это, на самом деле, гранита, конечно, простая. Охренеть, не простая. Тут надо как-то туннели эти чёртовы строить. Через один ход будет терраформинг. Давай пока туннели вот сюда. Здесь людей не хватает, да? А, то есть эти туннели не нужны. Всё, они не нужны. Тут людей не хватает. Пять. Пять. Нам нужны люди. Через два хода будет десять работяг. А для работяг нам нужны здания. Давай сюда. Так. Блин, пипец, игра не такая уж и простая, как казалось. Отнюдь не простая. Так, воды не хватает. Надо бы сейчас воду вырубать. Вон. Но зато эти штуки не работают. Круто! Так, давай создадим здесь воду и гору. Почему не могу? А почему не могу? А в чём проблемка? А, типа возле горы надо ставить воду. Тогда понял. Давай поставим тут её. А, это не вода, это лёд. Чёрт. Я думал, это вода. Так, помпа. Работает. Водичка сейчас будет. Восемь хаоса. Подожди. Да, я хочу ещё сделать домики. Сюда, пожалуй. Сюда, пожалуй. Отлично. Вот и вода приехала. Еды немного не хватает. Так, новые колонисты прибыли. Десять штук мне. Всех сюда. Так, помпу мы вырубаем. Воды терем не хватает. Ха-ха-ха. Ну, вот. Класс. Либо ты делаешь помпу, либо ничего. Интересно. Тут надо, короче, это как-то научиться балансировать. Давай энергию сюда поставим. Так, тут мы можем выкопать. Выкопываю. Не копается? Почему? А, это уже. То есть надо было песок копать. Блин, я вот и дурак. Ладно, будем знать. Так, четыре. Надо пять. Гринхауса. А, по сути, вот здесь не можем. Нам нужна вода. Две водички пришло. Триндец. Так, реформим через один ход будет. Хорошо, ждем еще один ход. А здесь ограничения по ходам или типа нет? Играем сколько влезет. Так. О, триндец. Бабы. А вот и гринхаусы приехали. Так. Сюда. Вот и водную помпу можно сделать. А, не можем пока. Энергии не хватает. Да, е-мое. Всего не хватает нам. Все, помпа есть. Ее пока что можно временно вырубить. Та, три, четыре, пять. Пять гринхауса. А здесь у нас не хватает. Блин, надо Вейсен взорвать. Или сделать здесь у нас туннель. Но туннель закроет, получается, вот эту почву, да? Или не закроет. А, тут все равно надо, блин. А, как же тяжело. Че, знаете, какая-то игра нехрена не простая. Тебе, она немножко мозг напрягает. Ну да, головоломка, по сути. Новые колонницы прибыли. Мне неинтересно. Колонницы, следующий ход. Так, еда уходит. Воды немножко есть. Но вода пока что не приходит. Это хорошо. Так, это копнуть можно? Да, копнем давай. Теперь можно ли тут строить туннели? Все. Отлично. Тут мы вырубаем, а тут врубаем. Зашибись. А, подожди, или может быть вырубить. Врубить. А что тебе не хватает? Стоп. Что тебе не хватает? Не та местность. А что не так? Подожди. Наполовинку. Он. Работяг нет. А, у нас два работяги. Здесь надо пять работяг. И не та почва написано нам. Интересно, в смысле не та почва. Все нормально? А, да, тут же вода, типа, пропала, да, или как? Из-за вот этой вот дырки. Из-за каньона. Блин, все не так на просто, как казалось, на первый взгляд. Да, пока врубим, пусть будет вода. Ну, хорошо, сейчас попробуем разобраться. Да. Мне не хватает места для колонистов, но мне насрать. Мне сейчас не до этого. Мне сейчас надо во! Даже так? Прикольно, прикольно. Так, а можно и здесь сделать воду, да? Надо будет ее взорвать. Это же, по сути, не просто вода. Это же надо взорвать будет. Так, хорошо, надо, получается, еще домик заделать. Вот сюда. Еды не хватает. Ё-моё! Вырубаем. Да, что-то беда, беда. Минус из еды. Короче, первая же миссия, которую мы сейчас и сольем. Потому что у меня просто вот это расположение очень неудобное. А, можно к ней ешить, да. Бэм! Эх, плюс одна еда! Чисто, знаете, на похлебке какой-то сидим. Так, терраформинг сейчас будет. И работяги будут. Сейчас надо работяг принять. Так. Пять колонистов, пожалуй. Мне больше не надо. Так, о, бум-бумка можно сделать. Давай, бум-бум! Отлично! Так, помпа. Энергии не хватает. Да что ж ты будешь делать, всего тебе не хватает. Плюс 10 энергии. Так, вода. Сище энергии не хватает. А, ну да, ее совсем мало. А ну-ка, может быть, еще где-нибудь здесь заделаем электроэнергию? А здесь негде ее строить. Нигде нет энергии. Ну, можем еще тут по приколу заделать. Все, хватит. Энергии совсем мало. Ноль. Почему ноль? Я не понимаю. А почему ноль? Надо эту штуку бы взрывать. Так, юстераформ. Ммм. Вот так вот давай сделаем. Так, мы, в принципе, в полном дерьме. Воды нет. Гринхаусы 5 колонистов. Это вам максимум, что мы можем себе позволить. Так, еды нет. Вода сейчас будет. Нет, давай у тебя он. У тебя на половинку, на 50%. Хотя все равно, если она работает на 50%, все равно еды не будет. Так, мне нужны гринхаусы. Для них надо энергия. У меня энергии почему-то нет. Пауэрлайн. Энергия есть. Все в порядке. Не совсем понятно, почему энергии не хватает. Типа плюс 12. Вот, плюс 3 энергии. Хорошо, давай. Ни еды, ни воды ни хрена нет. Зато есть немножко электроэнергии. Ммм, кайф. Так, давай заделаем по приколу. Так, что нам там надо было еще разочек? Нет, не помпа. Нам нужны были гринхаусы. Вот, кстати, здесь его можно поставить. Что тоже кайфово. Давай гринхаус. И сюда помпу. Но мы ее вырубим. И тут мы ее... Блин, а если мы ее врубаем, то она не работает. Типа воды нет, и она не работает. Классно. Та насрать. Сейчас люди будут голодать. Ммм, кайфово. Не, игра прикольная, кстати. Реально напоминает нечто терранил, но не совсем. Так, 3 из 5. Оф. А у нас люди умирать начали, да? Ну, логично. То есть, немножко это реально терранил. Может, не сильно, но вот есть что-то похожее. Так, энергия пошла генерироваться. Новые колонисты. 10 колонистов. Так, работает у нас, да, эти штуки или нет? Он... Оп. Воды теперь нет. Да ек, корны ты налево. Плюс вода, минус еда. Ну, хорошо. То есть, получается, здесь, ну, очень тяжело. Поначалу суться. Ну, прикольно то, что, типа, здесь надо взрывать всякие штуковины и прочими делами заниматься. Интересная, интересная игра. На самом деле, геймплей очень прикольный. Знаете, типа, надо немножко подраскинуть мозгами. Не так-то все просто здесь, как кажется, на первый взгляд. Типа, воды не хватает. Помпы надо везде строить. Так, сейчас попробуем присоединить. Во. Хорошо. И что тебе не хватает? Трубы. То есть, надо, получается, где-то вот вдалеке вот так вот строить источники воды. Давай это вырубим. Минус 8 все равно воды, да е-мое. А так 28. Давайте немножко побольше воды соберем. Люди сейчас уйдут, 15 колонистов уйдет. Не, ну подожди, 15 это многовато. О, плюс 6, отлично. Все, плюс еда пошла, плюс вода, кстати, тоже пошла. Правда, минус энергия, что не очень приятно. Но, тем не менее, это уже хоть что-то. О, минералы приехали. Видите, какой прикол, типа, здесь? Здесь вот и минералы могут периодически появляться, типа, и чтобы их майнить. Короче, здесь именно те, как карточки, как набор карточек каких-то тебе отдают. Вот так вот оно все работает. Так, нужны работяги, люди. И сейчас мы сможем как раз-таки сделать себе, так, 10 колонистов. Все, миссия выполнена. Победа. Спасибо, вы построили очень успешную, самообеспечивающую себя колонию. Круто. В принципе, что нужно сказать по этой игре Farlanders? Она прикольная, и что-то в ней, знаете, такое вот от головоломки есть. Потому что та же Terra Nil, там тоже нужно было озеленять землю после какого-то катаклизма, типа, ядерной войны или что-то в таком стиле. И это было прикольно. То есть, там действительно ты сидел и думал, а вот где построить тоже помпу водную? А где построить вот эти вот гринхаусы? Ну, типа, как они называются, господи, теплицы? Где правильно поставить ветряки? Тут то же самое, надо сидеть и реально думать по клеточкам, смотреть где, куда и как поставить, так, чтобы оно, во-первых, друг другу не мешало. Во-вторых, так, чтобы еще и цель миссии выполнить. Потому что, видите, здесь есть острая нехватка ресурсов, постоянная. И это классно, это держит тебя в некотором таком напряжении. Мне игра понравилась, ждем тогда полного релиза игры, как выйдет игра. Может быть, постримим ее, может быть, что-нибудь еще запишем на канале, пока что не знаю. Но, в принципе, мне понравилось. Будем следить за разработкой игры, посмотрим, как она выйдет, так и, возможно, я что-нибудь тоже запишу по ней. На этом все, у микрофона был Мистер Чейзер. Если тут впервые, обязательно подписывайтесь на наш пока что маленький колонизирующий все и вся канал. Нажимайте на колокольчик и ставьте уведомления на все, потому что видео вам YouTube не все будет рекомендовать. Да, если вы просто колокольчик включите, а если вы переключите его на режим все уведомления, то вам будут приходить уведомления о всех видео на канале. Не забывайте также переходить по ссылочкам в описании, в нашу группу ВКонтакте, в Discord сервер и на наш Twitch-канал, где мы, собственно, стримим всякое разное, как стратегическое, так и не только. На этом все. У микрофона был Мистер Чейзер. Мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока, ребят! Мистер Чейзер